Всем огромный привет! Рада, что вы зашли ко мне на канал. Скорее всего, у нас с вами сегодня получится достаточно долгое видео. Я это уже предчувствую. Почему? Потому что я сегодня вам покажу часть моей парфюмерной коллекции, а именно полочку со синими ароматами. Вот она у меня здесь находится. Конечно, не пугайтесь, не падайте от такого количества, которое сегодня вы увидите. Просто у меня должен быть выбор. Я отобрала себе энное количество ароматов, которые я вижу и представляю этой осенью, которыми я хотела бы пользоваться. И когда я буду открывать парфюмерный шкаф с целью выбрать какой-то аромат, конечно, я буду подстраиваться под свое настроение, самочувствие, погоду или элементарно какой-либо повод. Поэтому не удивляйтесь, что я сегодня вам покажу очень много ароматов. Конечно, всеми этими ароматами я чисто физически не успею воспользоваться, но, тем не менее, я буду выбирать именно из них. Большую часть ароматов, которые я сегодня вам покажу в видео, я заказывала на сайте Рэндэву. И, конечно, по традиции я вам напоминаю, что вы можете воспользоваться моим именным промокодом, который называется 10верун. Данный промокод вам даст 10% скидку на сайте Рэндэву. Суммироваться он будет, как всегда, со всеми скидками и акциями. И действовать будет при покупке от 2,5 тысяч рублей. Промокод многоразовый. Я и сама им тоже постоянно пользуюсь. Люблю еще оставлять отзывы на те товары, которые я приобретаю, потому что в дальнейшем я накоплю какую-то определенную сумму, и, допустим, эту сумму я могу списать в качестве доставки. И у меня выходит бесплатная доставка, и мне получается очень даже это выгодно. Я постараюсь на практически все позиции вам оставить ссылочки в описании под видео, поэтому, если вас что-то заинтересует, проходите, смотрите, мониторьте цены. Ну и, соответственно, название ароматов я тоже оставлю в описании под видео. Скорее всего, даже сделаю тайм-код, чтобы было удобно смотреть. Ну, в общем-то, сейчас я переключусь. Мы с вами переключимся именно на говорящие ручки. И таким образом я буду вам показывать по одному флакону. Скорее всего, я сейчас с этой полки все вообще уберу. Да, наверное, я все уберу и буду просто по одному флакончику выставлять, чтобы так было более как-то интересно смотреть. И глаза не разбегались от количества. В общем-то, погнали. Итак, мои дорогие, все с этой полочки я убрала. Сейчас буду вам показывать по одному аромату. Кстати, отличный повод лишний раз протереть пыль в парфюмерном шкафу. Итак, поехали. Первый аромат, которым я очень давно не пользовалась, это Versace Woman в парфюмерной воде. Аромат я покупала где-то, наверное, года три тому назад. Честно скажу, немного не мое звучание. Поначалу я абсолютно его не поняла. Вроде бы аромат приятный. Но в то же время для меня он все-таки уходит в аспект ретро. Здесь вроде бы есть и малина, и розы. Но вот я не могу сказать, что вычленяю данный нот. Это какая-то такая целостная композиция, такая парфюмерная целостная композиция. И что самое интересное, когда я только его покупала, неоднократно слышала такие отзывы, что многие в этом аромате слышат некую фольгу, как будто бы из-под пачки сигарет. Я не понимала, что это такая за нота. Я не слышала ее в данном аромате. Знаете, по итогу истечения времени, вот прошло уже, получается, три года, с момента приобретения данного аромата, я стала в нем слышать тоже похожую ноту на фольгу из-под пачки сигарет. В общем, хочу им попользоваться этой осенью, попробовать. И вообще вот этот аромат у меня целиком и полностью ассоциируется с осенью. Вот как-то для меня он по большей степени именно осенний товарищ. И в Roche Com on Evidence у меня версии парфюмерной воды. Я данный аромат тоже вижу и представляю именно осенью. Мне нравится, как он раскрывается именно осенью, либо на начало весны. Он тоже хорошо подходит. С пальто, с тренчем. Такой же парфюм я дарила маме, она его как раз-таки носила осенью и зимой. И каждый раз, когда я встречалась с мамой и на ней был данный парфюм, от нее исходил просто невероятно красивый шлейф. Для меня это достаточно носибельный и мягкий шипор. Шипор, который не звучит совсем грубо, не звучит навязчиво, а так мягко, деликатно и женственно. Это сочетание почули и розы. Очень мне нравится данный аромат. Конечно, он нравится далеко не всем. И я опасалась его заказывать слепую, но не прогадала. Это на самом деле очень красиво. И вот сейчас я его из крышечки вдыхаю, как будто бы даже мне представляется какая-то нота раскаленного утюга. Вот что-то такое отдаленное в нем присутствует. Возможно, это так почули играют. Моя относительная новинка, я, в принципе, про этот аромат уже на канале рассказывала. Это Аквалина Пинг Шуга. Очень достойный бюджетный представитель для тех, кто любит сладкие ароматы. Я в нем слышу еженый сахар, и как будто бы это воздушная сладкая вата. Это и ваниль, и это лакрица. Причем ноту лакрица в парфюмерии я не люблю, но вот здесь она звучит гармонично, и как будто бы вписывается в данный аромат. Очень красивый, сладкий. Я его носила даже летом, когда он у меня был в пробнике, и меня он не душил. Но в том числе, конечно, хочу пользоваться им и сейчас. Присмотритесь, кто любит тоже сладкие, сахарные ароматы. Мне кажется, вот этот бюджетный представитель вас не разочарует. Аромат, которым я тоже очень давно не пользовалась, это Элизабет Арден Always Red Femme. Стоит отметить красоту флакона. Действительно, он очень симпатичный. Здесь у меня целая сотка. И данным ароматом я пользуюсь редко, но мне он нравится, мне он симпатичен. Не скажу, что он самый мой любимый в коллекции, но тем не менее. Его, кстати, многие сравнивают с Джорджо Армани Си. Могу сказать, что да, какими-то нотами, какими-то отголосками они перекликаются между собой. Но тем не менее, данный аромат не заменит Си, как и тот не заменит данный. Это мне так кажется. Возможно, они схожи с сочетанием нот таких, как листья черной смородины, ваниль, почули. Возможно, да, за счет этого есть какие-то отсылки к Си. Но тем не менее. В этом аромате я еще слышу розу. Но роза в пирамиде не заявлена. Причем для меня здесь роза как будто бы такая свежепомадная розочка. В сочетании с ванилью, с такими мшисто-почулиевыми нотами. Вот эти листья черной смородины, они разбавляют композицию, потому что в аромате присутствуют какие-то свежие зеленые нотки. Но тем не менее, в нем есть сладость. Она не притранная, но она присутствует. В общем-то, интересный аромат. Как раз-таки, опять же, на межсезонье я его вижу и представляю, поэтому беру в использование. Не знаю, подтянется рука к нему или нет, но очень хотелось бы им попользоваться, потому что все-таки это достойная композиция. Арабский представитель от Latafa. Это линейка Anna Abie, версия пудре. Очень уютный, добрый, теплый аромат. Это такая приятная ванильно-пудровая композиция. Я его как раз представляю осенью. Я представляю его зимой с каким-то, опять же, пальто, с уютным теплым свитером. Вот он такой. Он очень добрый, он очень теплый. Прекрасный аромат. Все-таки, да, здесь вот эта пудровость, она для меня дает аспект ретро-пудры. Это как будто бы пудра из косметички, но с намеком и налетом ретро. Но это не звучит как-то плохо, а наоборот, это звучит для меня как раз-таки очень красиво. Я дальше вам покажу один аромат в этом направлении, но там для меня пудра уже звучит достаточно современно. Осень во флаконе для меня Dolce & Gabbana The One, именно версия туалетной воды у меня. Я данный аромат вижу и представляю почему-то исключительно осенью. Возможно, когда я его купила, носила как раз-таки осенью, и теперь он у меня зайкорился как-то с этим временем года. Но этот аромат настолько согревающий, настолько окутывающий. Он как будто бы медовый, он как будто бы янтарный. Это теплые, разогретые на солнышке персики, это белые цветы, это красивая лилия, это ваниль, это немного почулей. Очень красивый аромат, но я им тоже достаточно давно не пользовалась. Да, он такой медовый, он какой-то вот просто амбровый, теплый, медовый, как будто бы золото во флаконе. Когда я его вдыхаю, мне представляется почему-то слиток золота. Вот как раз-таки вот эти медовые, амбровые ноты. Очень красивый, теплый аромат. Буду носить сейчас осенью. Очень бюджетный и достойный представитель в моей коллекции. Это бренд Paramore. По-моему, это турецкий бренд. Линейка ароматов Aventail Talis. Аромат сам называется Арабская ночь, Arabian Night. Это практически стопроцентное попадание под Montal Intense Cafe. Только данный аромат полегче. Он не настолько, конечно, приторно-сладкий и ванильный. И шлейф у него не такой диффузный. В принципе, стойкость немножечко, конечно, пониже. Но, тем не менее, вот этим ароматом я пользуюсь в межсезонье, а Intense Cafe я уже достану зимой. Очень удачное попадание. Я считаю, что сделан он потрясающе. Можно его купить за сущие копейки. Магазин L'Etoile продается. Один из любимых ароматов бренда Angelina это Floral One. Абсолютно не пожалела, что заказала сотку. Очень красивый аромат. Я его, в принципе, и летом носила, и сейчас осенью тоже буду использовать. Мне кажется, он для меня вообще будет вне сезонным таким товарищем. У меня есть подробное описание на канале на данный аромат. В принципе, я его достаточно часто на канале показываю, потому что мне он действительно очень нравится. И захотелось в том числе его взять и на осень. Пройдемся немного по ароматам бренда Atar Collection. Я взяла их в использовании 4. Это роза Galora. Один из моих любимых ароматов у данного бренда. Это действительно невероятная, красивая сладкая роза в сочетании с пралине, с черной смородиной, с карамелью, с ванилью. Очень красивый аромат. И здесь фиалка настолько уместная. Она запудривает эту композицию. И все это в целом звучит настолько интересно. В аромате все-таки присутствует сладость, потому что есть и карамельные ноты, и ванильные ноты. И за счет этого, конечно, аромат заслащивается. Но в прошлом году я его носила даже летом. И меня он, в принципе, не душит. Оставила на полочке также Alery Han. Мне как будто бы в августе его не хватило. Было мало. Буквально пару раз им воспользовалась. Поэтому он плавненько перешел у меня на осень. Знаю, что многие этот аромат любят в том числе носить и в дикую летнюю жару. Но, честно говоря, где-то первые 2-3 часа меня данная композиция поддушивает. А потом он, конечно, красиво в базе на мне раскрывается. Я просто не могу им насытиться. Но я решила, что все-таки эта композиция мне ближе по духу. И, в принципе, комфортнее будет им пользоваться, когда у нас немножечко похолодает. А летом, когда жарко, все-таки мне в нем достаточно сложно. Но аромат интересный. Я его тоже много раз уже показывала, описывала. И знаю, что он у многих является фаворитом. Как раз-таки тот аромат, где пудра для меня звучит уже современно, это Atar Collection A Rich. Его многие сравнивают с Latafa Anna Abie Poudre вот с тем ароматом. Но могу сказать, что для меня они отличаются по звучанию. Да, есть какие-то общие ноты, потому что это тоже пудровый аромат. Но пудра здесь звучит для меня современно. Это тоже теплый аромат, обволакивающий, согревающий, такой добрый, уютный. Но, тем не менее, пудровость здесь уже более-более современная, чем ванна Abie. Прекрасный парфюм. Я его носила как-то теплой весной. Меня он немножечко поддушил, поэтому хочу им попользоваться осенью. И как-то давно я не брала в использовании Queen of Sheba, также от Atar Collection. Хочу им попользоваться осенью. Вообще, для меня это такой внесезонный товарищ. Я даже спокойно могу его и летом носить. Но вот в этом году как-то летом мне его не хотелось. Ой, это персики, это табачные ноты, это асмантус, это тубероза. Прекрасный тоже аромат на любителя, согласна, но мне нравится. Также еще один представитель таких межсезонных ароматов моей коллекции это Лалик Аметист версия Экскиз. Я люблю носить его прохладной весной и, соответственно, осенью. Для меня он самый плотный, для меня он самый насыщенный и сладкий в принципе в линейке ароматов Аметист. Поэтому вот тоже сейчас хочу попользоваться. Это цветы, это темные ягоды и это для меня как будто бы мускус. Не знаю, откуда слышится мне в нем мускус, но я, кстати, не одна такая, кто в данном аромате слышит мускусные ноты. Аромат, которым я еще ни разу не пользовалась, это Кошарель ESIM версии Be Delicious. Я его заказывала в начале лета, но, на мой взгляд, конечно, это не летний аромат, а вот осенью, мне кажется, он будет прекрасно раскрываться. Это аромат для тех, кто любит такие шоколадные ноты, ноты порошка какао. Конечно же, здесь есть ореховый нюанс, а именно я хорошо слышу обжаренный фундук. И на старте немножечко присутствуют сладкие цитрусы. Это либо мандарин, либо апельсин. Многие здесь цитруса не слышат, но на старте я действительно сладкие, взрывные, сочные цитрусы улавливаю, но они такие спокойные, они деликатные и полутонами. В общем-то, мне только предстоит еще с ним получше знакомиться, его разнашивать, и я считаю, что осень это идеальное время года для данного парфюма. Собственно, следующий аромат, это тоже тот аромат, который я хочу разносить этой осенью. Для теплого времени года все-таки для меня он плотноват. Это Marc Jacobs Perfect Intense. Аромат такой, знаете, он непонятный на самом деле. У меня какая-то небольшая несостыковка с пирамидой и с моим восприятием, потому что помимо какой-то миндальности я в этом аромате слышу что-то по типу зеленого початка кукурузы. Я в нем слышу как будто бы зеленую кожуру банана. Все это сочетается как будто бы с ванилью, с каким-то таким песочным печеньем, вот что-то такое. Нужно его, конечно, получше разносить, потому что аромат пока неоднозначный для меня. Еще я в нем улавливаю как будто бы пыльцу желтых цветов. Вот есть какой-то аспект такой именно пудрово-пыльцовые ноты желтых цветов. Но посмотрим, как он будет раскрываться сейчас, как я его буду слышать на себе, собственно. Вот это количество, которое не хватает во флаконе, я делала от Леванте. Сама я пока данным ароматом ни разу не пользуюсь. Поставила два аромата от Arabian Wind также в использовании. Один из них это аромат под названием Jammas. Это аромат для тех, кто любит мускус, такой явственный, насыщенный арабский мускус и фруктовые ноты. Аромат достаточно сладкий, аромат достаточно мускусный. Плюс ко всему, я в нем слышу на старте какие-то зеленые, горьковатые, травные ноты. Мне это нравится. Вот эти зеленые, травные нотки, они разбавляют композицию. Мускус здесь хоть и насыщенный, но при этом для меня пока что в нем умеренная концентрация мускуса. Если бы его добавили чуть больше, то скорее всего, конечно, носить уже на себе я бы его не смогла. Ну а так, пока что для меня это интересный фруктово-мускусный, позитивный, сладкий, сочный аромат. Еще один представитель от Arabian Wind и это мой любимчик под названием Pomi Granate. Солнышко во флаконе, сладкий аромат. Он и фруктовый, он и ягодный, он и розовый, потому что здесь есть такая мармеладная сахарная розочка. Здесь плюс ко всему и заявлены, собственно, солнечные ноты, за счет чего в аромате есть какая-то теплота, есть какой-то уют, есть сладость. Это, конечно, ваниль и плюс ко всему мускус. Но мускус здесь уже более-более деликатный, нежели чем в аромате Jammas. Мускус здесь сейчас, на данный момент, стал более явственным, но опять же повторюсь, что он более деликатный, более мягкий, приглаженный, нежели чем в аромате Jammas. Прекрасный аромат. Я его носила, по-моему, в начале лета, то ли теплой весной, уже точно не помню. И меня он тоже немножечко подушил, потому что все-таки в нем присутствует сладость, и вот эта сладость, она довольно-таки насыщенная. Хочу его поносить осенью. Я думаю, он будет хорошо согревать. Что по поводу схожести, мне он чем-то, опять же, перекликается с ароматом Giorgio Armani C. Вот какие-то схожие ноты все-таки между ними есть. Возможно, опять же, за счет черной смородины, розы и ванили, вот это сочетание как-то невольно меня относит к Armani C. Еще один такой представитель фруктово-мускусных ароматов моей коллекции, это Simon Andrioli, аромат под названием Don't Ask Me Permission, как-то так он называется. Здесь уже, конечно, мускус совсем другой, нежели чем в аромате от Arabian Wind Jamers. Здесь мускус для меня такой кремовый, воздушный, как будто бы этот мускус сочетается со взбитыми сливками. Вот какой-то он именно такой лактонный, какой-то он кремовый, какой-то он сливочный мускус, но при этом очень-очень ощутим, конечно же. И это фруктово-тропические ноты. В общем-то, для меня эта композиция чем-то перекликается с Кассиопией, от бренда Tizana Terenzi. Да, безусловно. Не совсем это кирки, хотя их многие сравнивают, но нет, для меня это все-таки больше приближено по звучанию кассиопее. Я им сейчас уже, кстати, пользуюсь. Мне он очень нравится. Аромат безумно стойкий, безумно шлейфовый, поэтому, если вы любитель мускусно-фруктовых ароматов, можно присмотреться. Это достойно звучит, и это по техническим характеристикам, конечно же, очень качественно. Что, кстати, касаемо бренда Juliet Hazegant, то я поставила целых 4 аромата в использовании на эту осень. Один из них это Lipstick Fiva. Очень красивая такая ягодно-помадная композиция. Здесь малина, которая разбавляет собственно композицию, придает аромату сочности, какой-то минимальной кислинки, такой абстрактной. Это припудренно-помадные ноты, это древесность, это немного ванили. Очень красивый аромат. Он, по-моему, попал у меня даже в фавориты ароматов за весну. И хочу, собственно, продолжить им пользоваться. Еще один аромат у Juliet Hazegant под названием Ммм. Здесь тоже аромат про малину, но малина здесь совсем иная, чем в предыдущем аромате. Вот тут малина для меня более позитивная, более сочная. Аромат сам по себе, по настроению, более беззаботный, более позитивный. Если липстик Fiva, он более серьезный, он более статусный, то вот это такая, скажем, композиция, чтобы пойти куда-то в кафе, на прогулку с друзьями. Он такой. Для меня это малина, которую присыпали сахарной пудрой. Здесь очень красивый гелиотроп. Здесь очень красивые ванильные ноты. Здесь также есть небольшой привкус карамельности, что, собственно, заслащивает аромат. Но, тем не менее, это не звучит как-то попослепательно, не дай бог, неприторно. Очень красивый, позитивный аромат. Я люблю эту малинку в сахарной пудре. Конечно же, мой такой универсальный базовый парфюм под названием Note Parfum. Для меня он вне сезонный, для меня он по любому поводу, по любому случаю. Конечно, он не какой-то торжественный и праздничный. Это такой базовый аромат на каждый день. Когда ты не знаешь, чем воспользоваться, Note Parfum придет на помощь. Аромат как вторая кожа, аромат чистоты, аромат феромонов кожи и какой-то даже сексуальности. Для меня он именно такой. Обожаю Note Parfum. Один из любимых у бренда Джулит Хазеган. И, собственно, четвертый аромат от бренда Джулит Хазеган, который я поставила в использовании. Это моя относительная новинка. Я его летом заказывала. Аромат под названием Odde to Darkness. Хочу им пользоваться осенью, хотя он, в принципе, и летом неплохо раскрывается. Это теплые, мягкие, пряные ноты. Это уютные какие-то кашемирово-древесные акценты. Это, конечно же, ноты Амбраксана, нота мускуса. Именно фирменный почерк бренда Джулит Хазеган. Конечно, в нем прослеживается. Просто в разных ароматах, в разных композициях. И это концентрация где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Но все-таки почерк данного бренда прослеживается в каждом аромате Джулит Хазеган. Прекрасная композиция, очень согревающая, уютная. Я его представляю под какой-то теплый шерстяной свитер, потому что в аромате вот эти пряности, они придают ему, конечно, колкости в звучании и так немножечко щекочет носик. Но пряности здесь очень деликатные, не стоит их пугаться. Поэтому, если вы любите молекулярные, мускусные ароматы, если вам также нравятся пряности в ароматах, протестируйте данную композицию. Это звучит очень красиво. Аромат стойкий, шлейфовый. Но это, по крайней мере, на мне. На мне, в принципе, все ароматы данного бренда держатся очень-очень хорошо. Очень зеркальный флакон. Боюсь, что я вас просто ослеплю. Это аромат от Гуччи под названием Гуччи Гилти. У меня именно версия туалетной воды. Я им ни разу не пользовалась. Вот долгое время он у меня стоит, и я им не пользуюсь. Потому что приобретала его во время беременности, когда у меня был небольшой токсикоз. И вот как-то он у меня заякорился с этим моментом. И долгое время меня даже от него как-то подташнивало. Хотя, эту композицию я всегда очень любила. Я всегда его очень хотела в коллекцию. Для меня это очень красивый, дорого звучащий, статусный, какой-то торжественный аромат. И сейчас все-таки, когда я его послушала, когда я выбирала ароматы на эту осень, я его вдохнула и поняла, что да, вот сейчас я хочу им пользоваться. Поэтому Гуччи Гилти ставлю в использование. Очень красивый аромат, действительно дорого звучащий. Разношу, потом расскажу более подробно, как я его слышу, как он на мне держится. В итоге, как вообще я его сейчас воспринимаю после небольших таких ассоциаций. Роберто Кавалли, классический Роберто Кавалли в парфюмерной воде. Это невероятно красивый апельсиновый цвет. Апельсиновый цвет, который лично для меня не уходит в аспект винограда, хотя многие слышат здесь виноградные ноты, я не слышу. Для меня это такой красивый, правильный, цветочный апельсиновый цвет, который дает небольшой намек каких-то сладких цитрусов. Это либо апельсин, либо мандарин, ну и, соответственно, вот это красивое белоцветочное звучание. И вот эту композицию немножечко так разбавляет и придает изюминке ноты розового перца. В совокупности это звучит очень красиво. Это звучит женственно, это звучит дорого. Апельсиновый цвет для меня здесь даже какой-то янтарный, он какой-то медовый. Цвет жидкости ему идеально подходит, потому что именно такой апельсиновый цвет и именно такой аромат в моем восприятии, в моем воображении мне и представляется. Прекрасный аромат. Очень люблю бренд Роберто Кавалли, потому что композиции интересные, у них хорошие технические характеристики и до какого-то времени они стоили вполне себе адекватных денег, именно ароматы данного бренда. Но сейчас стоит, конечно, мониторить, отслеживать скидки, чтобы приобрести ароматы от бренда Роберто Кавалли. Но я очень довольна композициями в целом. Аромат, который у меня тоже исключительно почему-то ассоциируется с осенью, это Герлен Лепетит Роб Нуар. У меня версия туалетной воды. Очень тоже давно им не пользовалась, как-то рука к нему не тянулась, хотя сам аромат достаточно интересный. Он, опять же, для меня дорого звучит, очень красиво раскрывается. Это и роза, это и вишня, это вишневая косточка, это и пачули, это, по-моему, древесные ноты. В общем-то, давно я им не пользовалась, нужно поносить. Нужно поносить, потому что очень достойный представитель. И повторюсь, что он ассоциируется у меня именно с осенью. Хочется именно носить его в осеннее время года. И, собственно, еще один представитель от бренда Роберто Каваля. Это моя новинка Paradiso Assaluto. Хочу сейчас его поносить осенью. Я, в принципе, вам об этом уже говорила, поэтому буду его разнашивать и знакомиться с ним поближе, потому что, собственно, еще его ни разу не носила. И, кстати, покупала я его вслепую. Аромат от Руссарди под названием Руберет. Тоже сейчас хочу им попользоваться. Это красивое сочетание красных ягод, каких-то теплых, согревающих, пряных ноток. Это пачули. Цветов я в нем как таковых не слышу, хотя они в пирамиде заявлены. В основном для меня это именно красивый, такое интересное сочетание именно красных ягод, теплых, согревающих, пряных ноток, древесных ноток и пачули. В общем-то, хочу его сейчас поиспользовать, потому как купила и еще ни разу не носила. Руки как-то до него не дошли. Конечно же, моя новинка от Essential Parfum это Boy Imperial. Красивый, интересный, стильный унисекс аромат. Мой супруг им сейчас уже пользуется. Он у меня его подворовывает. И утром, когда он на себя его наносит, наверное, еще в помещении, в квартире где-то примерно три часа стоит облако Boy Imperial. И уже вечером, когда супруг возвращается с работы, он только переступает порог, я слышу опять же шлейф Boy Imperial. То есть, он действительно очень стойкий. Хотя, мой супруг сказал, что сам от себя он аромат не слышит. Но, поверьте, шлейф присутствует. Им не нужно обливаться, нужна умеренная дозировка, потому что этот товарищ может поддушить окружающих людей, и в том числе вас. Поэтому, конечно, во всем нужна умеренная дозировка. Посмотрим, не знаю, будет ли для меня он внесезонным, по крайней мере, на осень он идеально подходит. Моя арабская прелесть от бренда Fragrance World. Это аромат под названием Poses Rose. Очень его люблю, сейчас им пользуюсь. Интереснейшая композиция. От этого бренда и из этой линейки я еще хочу аромат с ванилью и с пряностями. Возможно, я его тоже закажу. Мой супруг вообще от того аромата в восторге, потому что у меня от Levante есть, я его носила. И супруг сказал, что это нечто, что звучит очень сексуально, интересный, притягательный. Поэтому я чисто из-за такого комплимента хочу себе и тот аромат в коллекцию. Но Poses Rose это аромат на тему для меня лично такого домашнего вишневого компота, который достали как будто бы только-только из холодильника, потому что этот компот он как будто бы холодный, он как будто бы прохладный. И этот компот как будто бы присыпали лепестками роз, также присыпали сахарной, ванильной пудрой и немножечко как будто бы добавили также масло болгарской розы. Очень красивый аромат, он и пудровый, он и с кислинкой, он и ягодный, он и розовый и немножечко-немножечко сладковатый, поэтому присмотритесь, кто любит сочетание таких нот, очень достойно. у него великолепный шлейф, у него достаточно хорошая стойкость, поэтому я очень довольна, скорее всего, я такой же аромат подарю моей маме, потому что ей он тоже очень сильно понравился. Когда хочется чего-то беззаботного, просто такого легкого, фруктового настроения, на помощь приходит, конечно же, аромат от Роша, под названием Мадемуазель Роша. У меня версия парфюмерной воды, аромат недорогой, но при этом звучит он неплохо. Это и черная смородина, это и красное засахаренное яблочко, и белые цветы, и ванилька, ой, и древесные ноты, немножечко-немножечко он припудренный, очень-очень красивый аромат. Сладкий, но для меня это в меру, потому что все-таки это все дело разбавляется и черной смородиной, и яблочком, несмотря на то, что оно здесь сладкое, такое засахаренное, но тем не менее свою лепту свежести и сочности это яблоко аромату придает. Прекрасная композиция, для меня он тоже, кстати, внесезонный. Еще один арабский представитель от бренда Бегим, я думаю, что он мало кому знаком, этот бренд, потому что, насколько я поняла, в России он не представлен. Мне привозил набор таких ароматов объемом 30 мл супруг из командировки, там было 5 ароматов в наборе, я от одного избавилась, а вот 4 оставила себе. Один из моих любимых ароматов под названием Кохи Нур Даймонд, если я правильно произношу, это для меня как будто бы сочетание какой-то сливочной, кремовой нуги с орешками, причем орехи здесь как будто бы немножечко обжаренные, это и арахис, это и грецкий орех, и при этом в нем есть такие древесно-удовые ноты. Сама композиция неплохая, но я его вчера буквально носила, супруг сказал, что ему он как будто бы не очень нравится, как будто бы какая-то нота душит, я догадываюсь какая, потому что в нем проснулся мускус. Мускус здесь достаточно явственный, но для меня уносибельный, в целом это такая приятная для меня гурманика, хотя ничего гурманского в нем не заявлено, что самое интересное, но я его слышу именно так. Если вы ищете какой-то достойный аромат в направлении Narcosis Virtus, который будет очень на него похож, то можно присмотреться к аромату Parfum Sax под названием Green. Это для меня было открытием, такой находкой, данный аромат когда-то участвовал в игре Восьмое чувство от Рандеву, я собственно и заказывала данный аромат на Рандеву, поэтому ссылочку обязательно тоже на него оставлю. Это достойно, это действительно в направлении Narcosis Virtus, это хорошие технические характеристики, это аромат, который звучит интересно, современно, динамично, его хочется вдыхать, разгадывать, это конечно всевозможная корзина цитрусов, таких сочных, вот как будто бы цитрусы разрезали пополам и с них стекает сок, это какие-то даже лимонадные акценты, это какие-то свежие зеленые хвойные ноты, это конечно же аспект ноты конопли, здесь нет кофейности, которые по-моему заявлены как раз таки в Narcosis Virtus, и собственно этой кофейности в данном аромате я и не слышу, но очень интересный парфюм, он такой искристый, он такой лимонадный, он взрывной, он очень яркий, он достаточно шлейфовый, поэтому я рекомендую, кто любит ароматы в направлении Narcosis Virtus, я его люблю, носила, по-моему, его весной, но вот на осень он тоже идеально подходит, тоже для меня такая некая осень во флаконе, это аромат от Бербери, под названием My Burberry, у меня версия туалетной воды, прекрасный, женственный, интеллигентный, выдержанный, цветочный аромат, цветы здесь всевозможные, это красиво все между собой переплетается, и по-другому не скажешь, просто такая выдержанная, интеллигентная, цветочная классика, без какого-либо намека на какие-то грубые, шипровые ноты, пряные ноты, ничего такого, просто интеллигентный, цветочный, женственный аромат, это тот аромат, который я представляю как раз-таки под тренч, под пальто, я уже говорила, что вот эта крышка на флаконе, она имитирует, собственно, пуговицу на тренче бренда Бербери, и действительно, да, как раз-таки и сам аромат как-то ассоциируется невольно, что его хочется надеть именно под тренч, неважно, Бербери, не Бербери, но тем не менее, осенью и под тренч, под пальто, очень красивый аромат, у меня есть еще миниатюра сайта Рэндеву объемом 8 миллилитров, но это такой очень удобный дорожный формат, а так планирую пользоваться именно полноразмерным флаконом. Еще я несколько поставила также ароматов от бренда Мансера в использовании, один из них это Инди Андрейм, в принципе, я уже сейчас им пользуюсь, аромат интересный, его практически невозможно разложить на ноты, это какая-то пудровость и амбровость, и сладкие, такие теплые, какие-то согревающие ноты цветочные, в общем, интересная композиция, многогранный, я вот уже хочу им пользоваться именно сейчас, мне этот аромат очень-очень нравится. Конечно же, моя новинка от Мансера это Куко Ваниль, тоже хочу им сейчас попользоваться, в принципе, наверное, для меня он будет внесезонным, когда мне зимой и осенью захочется подумать и вспомнить о море, то я буду пользоваться Куко Ваниль. Это аромат на тему, конечно, автозагарных средств, это как будто бы масло для загара с каким-то таким кокосовым нюансом, кокосовой одушкой, это даже небольшая какая-то солоноватость, такая мягкая, телесная, но мне кажется, эта солоноватость идет, опять же, от кокоса, и это много-много ванили, очень красивый, сладкий аромат, согревающий такой для меня аромат. Конечно же, в эту подборку я не могла не добавить аромат Чоку Вайли, также от бренда Мансера. Это, собственно, шоколадная фиалка, на старте это немного сладких цитрусов такими полутонами, это ореховые нюансы, это, конечно же, ванили, очень красивая композиция, тоже хочу сейчас им попользоваться. И также я еще один аромат решила взять от Мансера, это, конечно же, от Орхет. Не знаю, как с ним у меня пойдет дело, как сложатся наши отношения, потому что я его как-то носил уже, по-моему, осенью в прошлом году. И я его как-то на себе плохо слышала, но посмотрим. Это вообще не самый мой любимый аромат у данного бренда, но и, тем не менее, не могу сказать, что я хочу от него избавиться, что он мне как-то катастрофически не нравится, нет. Довольно-таки приятный, интересный, многогранный парфюм. Что касаемо бренда Narcisse Rodriguez, я выбрала два аромата. Один из них это Fleur Mask. Для меня достаточно плотный, такой насыщенный, объемный аромат. Мне писали как-то в комментариях, что как для вас он может быть насыщенным. Это очень такой свежий, легкий акварельный парфюм. Для вас он свежий, по вашему восприятию. По моему восприятию, для меня он плотный и насыщенный. Это такая объемная 3D, как будто бы припудренная роза. Также это объемный, пушистый пион. Это все дело, конечно же, сочетается с пудровыми нотами. Это все сочетается с некими свежими зелеными акцентами, как будто бы это листья самих цветов пиона и розы. Это, конечно, фирменный мускус бренда Narciss Rodriguez. Аромат на лето для меня слишком душноват. Зимой мне такого не хочется, поэтому делаю выводы, что буду его носить именно осенью и весной. Причем весной не особо теплый, а вот, скорее всего, на начало весны для меня он хорошо подойдет. Очень красивый, действительно, аромат. И как сам флакон, такой матовый. И действительно, в аромате есть что-то такое матово-пудровое. Я, кстати, не помню, сказала вам или нет. У меня версия туалетной воды аромата Fleur Mask. И, конечно же, моя новинка. Это Mask Noir. Тоже хочу сейчас попользоваться данным ароматом. Это слива, это мускус, это в базе некий акцент замшевости. Еще самое интересное, что в этом аромате я слышу некий намек на пальмовое масло. Да, что-то такое есть. Вот сейчас даже во вдыхаю и слышу вот эту ноту, как будто бы пальмовое масло либо какая-то кокосовая отдушка. Не то, чтобы это конфетки Рафаэлки, там, да, кокосики, а вот именно эффект отдушки кокоса. Вот что-то такое мне в нем слышится. Мне кажется, он будет менее стойким и шлейфовым, чем Mask Noir Rose, который один из моих любимых у бренда Narcissus Rodriguez, но, тем не менее, это тоже очень интересно. Еще как-то я подзабросила вот этот аромат от Нины Ричи. Это, по-моему, Rose L'Extase. Тоже красивая такая малина, как будто бы в сочетании с небольшим количеством сахарной пудры. Плюс вот эта малина, как будто бы она сочетается с какими-то кремово-сливочными нотами. Вот как сам цвет флакона, так, в принципе, и в звучании, в аромате есть что-то такое. Плюс ко всему, это тоже роза. Но этот аромат, он, конечно, более деликатный, нежели чем классический L'Extase. Это более такой, все-таки, женственный, более повседневный аромат, но он, тем не менее, тоже плотный. Давно не пользовалась, даже уже не помню, как он на мне раскрывается. Нужно будет поносить. Amber Crombe & Finch под названием Away Tonight. Тоже я его как купила, так и не носила, хотя сама композиция мне очень нравится. Это довольно-таки объемный, такой припудренный гелиотроп с бобами тонка, плюс здесь есть еще и бензоиновые ноты. По-моему, кашемировое дерево также в промеде заявлено. И вот флакон сам по себе такой матовый и аромат по звучанию действительно, как будто бы такой кашемировый, припудренный, матовый. В общем-то, флакон на самом деле действительно олицетворение содержимого внутри. Аромат, который я когда-то заказывала вслепую, о чем абсолютно не пожалела, потому что мне он очень нравится. Это Hyuga Boss Viscent Absolume. Этот аромат для тех, кто любит кофейные ноты, но кофе здесь не просто кофейные зерна с каким-то таким привкусом терпко-гариковатых нот. Нет, здесь для меня как будто бы кружка быстро растворимого кофе, такого разбавленного кофе. Плюс ко всему я в нем слышу незаявленную ноту шоколада, как будто бы плитка именно темного горького шоколада. Она здесь очень хорошо слышится. И есть небольшой аспект как будто бы таких ванильно-медовых нот. Еще, кстати, в Промиде есть персики. Но я здесь персики не слышу, в отличие от версии Viscent Intense. Вот там, да, там персики такие медово-ванильные, липкие, сладкие, тягучие. Очень приятный аромат. Он осенью согревает, окутывает и достаточно неплохая у него стойкость. Аромат, по которому я очень соскучилась, ждала осенью, чтобы начать им пользоваться. Это Lalique Le Parfum. Один из интереснейших, конечно, ароматов у бренда Lalique с необычным, нетривиальным звучанием. Что-то уже даже в уклон ниши. Причем за небольшие деньги. И я его поначалу не поняла, даже хотела продавать. Но потом в какой-то момент я просто в него влюбилась. То есть я его разносила, я его поняла. И сейчас это один из моих любимейших ароматов у бренда Lalique. Для меня, как и для многих, здесь ваниль не кондитерская, не гурманская. Это именно такая сухая стручковая ваниль в сочетании с лавровым листом. Опять же, вот это какая-то изюминка, пикантность в этом аромате именно нота лаврового листа. Это розовый перец, это немного бобов тонка. И все это так красиво между собой сочетается. Опять же, люди разделились на два лагеря. Вот здесь слышат лавровый лист в качестве приправы, в который мы кладем в блюдо. А кто-то слышит именно зеленый свежий лавровый лист. Я от себя хочу сказать, что для меня здесь лавровый лист все-таки не как приправа, не так он вот звучит абсолютно. Нет, здесь нет такой ноты для меня лично. Для меня это как будто бы осеннее дерево лаврового листа. То есть, листья этого лаврового листа как будто бы немножечко уже подсохли. Как будто бы вот-вот они должны уже опасть. Вот так я его как-то воспринимаю. То есть, вроде бы это и не совсем приправа, которую можно положить в блюдо, но тем не менее это и не уже зеленый такой сочный свежий лист лаврового листа. Что-то между. Прекрасный аромат. Конечно, куда же без аромата Dolce & Gabbana The Only One Two. Тоже я люблю этот аромат. У меня даже есть запасной флакон, потому что на рандеву как-то была очень хорошая цена на форматестера. Я прикупила себе запасной флакончик. В принципе, для меня он в какой-то мере внесезонный товарищ, потому что даже летом я могу его вечером носить. То есть, не днем, когда жарко, а именно вечером, когда прохладно, свежий воздух, куда-нибудь в кино сходить, в ресторан, очень даже. Это аромат тоже на тему кофе, но кофе здесь, опять же, для меня не совсем такие кофейные зерна, а больше все-таки именно кружка быстро растворимого кофе, такого разбавленного, со спектром красных ягод, с бобами тонка, с розой, конечно же, и плюс ваниль здесь есть. Красивый аромат. Томный, загадочный, согревающий, осенний в какой-то мере. У него есть, да, настроение такое осеннее, но вот повторюсь, что я и летом могу иногда под настроение, в охоточку им воспользоваться. Еще я решила взять аромат от Zadik & Voltaire под названием Vibes of Freedom. Один из неоднозначных ароматов для меня у этого бренда. И все, что у меня есть от бренда Zadik & Voltaire, я люблю. Но вот этот аромат у меня как-то серединка наполовинку, вроде бы мне он очень нравится, но в то же время я не скажу, что это вау. И для меня это аромат, который я могла бы сказать, что относится к категории унисекс парфюмов, потому что в нем прослеживается какая-то пенобритвенная нота, наряду с тем, что здесь есть фруктовость в виде груши, здесь есть пышный такой припудренный пиончик достаточно объемный, здесь есть плюс ко всему избитые сливки и каштаны. В общем, в духе немножечко до бренда Zadik & Voltaire, но при этом я слышу какую-то такую свежую пенобритвенную мужскую ноту, что невольно меня отсылает к тому, что этот аромат вполне себе подойдет даже не взрослым мужчинам, но тем не менее молодым, скажем так, мужчинкам, парнишкам он тоже хорошо подойдет. И что касаемо, кстати, бренда Zadik & Voltaire, еще я взяла в использовании один из моих любимейших ароматов у этого бренда, это Vises Love, очень его люблю, у него, конечно, скромная пирамида, но вот эта связка нот настолько удачная, здесь фиалка, здесь имбирь, здесь ванильные ноты, древесные ноты, но плюс ко всему я в аромате слышу что-то по типу груши, особенно на старте, потому что есть как будто бы в нем какая-то мягкая, деликатная, сладковатая, фруктовая нота. Вроде бы казалось ванильный, древесный, такой немножечко мягко-пряный за счет имбиря, пудровый за счет фиалки, но тем не менее как будто бы невольно есть какая-то все-таки в нем фруктовость. Прекрасный аромат, очень красивый и у меня также есть запасной флакончик. Еще один флакончик, который жутко зеркалит, это Maudemoiselle Rocha in Black от бренда Rocha. Безумно красивый, конечно, флакон. Сам аромат тоже мне очень нравится, но почему-то я им не пользуюсь, не знаю даже почему. И за счет того, что здесь есть кожаная нота в пирамиде, да, вот этот кожаный аспект, мне невольно, конечно, этот аромат хочется носить осенью с кожаной курткой. Вообще, здесь есть и чайные ноты, здесь есть темные ягоды в виде ежевики, есть некая мшистость, вот этот аспект мягких, деликатных, кожаных ноток. Очень красивое сочетание, конечно. Нужно его поносить, потому что я как-то им совсем не пользуюсь, хотя сама композиция, повторюсь, мне очень нравится. Буду его разнашивать получше этой осенью. Конечно же, моя новиночка, куда же без этого аромата, это классическая Олимпия от Пакарабаны. Беллоцветочного, ванильного, солоноватого звучания. Зимой достану более густую версию, это Олимпия Леджа, там, где больше сладости, больше карамельных нот. А классическую Олимпию буду сейчас разнашивать. Красивый аромат, я сомневалась на самом деле в какой-то момент, стоит ли мне покупать классическую именно Олимпию, но потом по адекватной цене я все-таки решила, что да, мне оно нужно, потому что, в принципе, мне этот аромат всегда нравился и нравится до сих пор. Покажу вам также вот такого интересного товарища в очень красивом, но зеркальном флаконе, это аромат от Гес под названием Белла Витта. Бюджетный товарищ, но при этом он, мне кажется, звучит дороже своей стоимости. И скажу так, если вы любите направление туфелек от Каролина Эрера, а в частности классическую туфельку, версию Леджа, то присмотритесь вот к этому аромату, потому что он, правда, звучит очень красиво. Это тоже красивые белые цветы, это какие-то карамельные ноты, это ваниль, это бобы тонка, это так все густо, это так все сладко, это так все манко, согревающе и в какой-то мере сексуально, поэтому я вам от души рекомендую. Я абсолютно не разочарована, я его покупала не вслепую, я его, конечно, тестировала прежде и даже носила как-то летом, меня он не душил. Летом у нас бывали и прохладные, дождливые дни, и мне захотелось чего-то такого сладенького, поэтому прекрасный аромат от души вам рекомендую с ним познакомиться. Аромат, который почему-то, к сожалению, на мне не особо стойкий, мне хотелось бы более громкого и диффузного звучания, это франк-бакле ваниль, пожалуйста, напишите, у кого есть в коллекции тоже этот аромат, как он на вас держится, какой у него шлейф, стойкость, мне кажется, я его ранней весной носила, когда у нас еще на улице было достаточно прохладно, но посмотрим, как он сейчас, я надеюсь, что он изменился в лучшую сторону, у него появилась громкость, появился шлейф, стойкость, ну посмотрим, в общем, потом вам в дальнейшем расскажу. Также два аромата от бренда Айзенберг я взяла, один из них это АМ, АМ у меня уже в принципе заякорился с осенью, я в прошлом году его носила осенью и в этом году тоже не сомневаюсь, ой, прекрасный, поставила его на полочку, буду тоже пользоваться и получается еще один аромат от бренда Айзенберг, это Rouge & Noir Intense, я его как купила, так ни разу и не пользовалась, поэтому вот сейчас хочу все-таки его разносить, ничего про него сказать не могу, потому что даже не помню, как он звучит и как он раскрывается, нужно все-таки мне будет его поиспользоваться. Конечно же, моя новинка от Versace, это Crystal Noir, у меня именно версии туалетной воды, в принципе, эту новиночку вы уже могли видеть на моем канале, именно видео распаковки новых ароматов сайта RANDEVU, я его все-таки себе заказала, долгое время не понимала, этот аромат обходила его стороной, мне он в принципе не нравился, но тут то ли теплой весной, то ли летом я сделала очередной подход, и он так красиво на мне раскрылся, конечно, я сейчас понимаю этот аромат, я его люблю и тоже беру в использование. Аромат от Yogi Yamamoto, это Unravel 07 Drop 14, это просто потрясающий сухой пудровый древесный ирис с аспектом, конечно же, альдегидных нот, здесь также есть и вергамот, вообще для меня это аромат на тему чистоты, аромат на тему белой накрахмальной рубашки, это такой базовый офисный вариант, в качестве аромата на каждый день идеально подойдет. И еще один аромат от бренда Yogi Yamamoto под названием Я вас не побеспокою, очень необычный, нетривиальный аромат, мне кажется, звучит он дороже своей стоимости, это 100%, но почему-то рука к нему тянется редко, вот сейчас хочу его поносить, потому что аромат действительно очень необычный, и на мой взгляд, это такой унисекс все-таки. Красивый аромат, здесь и цветок табака заявлен, и плюс я слышу в нем как будто бы аспект шоколадных нот, именно как будто бы плитка горького, темного шоколада, хотя это в Промиде не заявлено, но тем не менее. Еще один аромат из категории мне нравится, но я почему-то не пользуюсь, это Gucci Bloom Ambrosia de Fiori, соответственно, тоже ставлю его сейчас в использование, надеюсь, что наконец-таки я данный аромат разношу. Это такая хищная тубероза, такая жирненькая, мясистая, дерзкая, без какого-либо аспекта виноградности, либо каких-то ягодных нот, нет, ничего такого, это именно красивое цветочное звучание, прекрасный аромат, поэтому нужно им пользоваться. Аромат легенда, аромат, который выпущен достаточно давно, но я знаю, что по сей день у него много поклонников, это, конечно же, Chirruti 1881, достаточно плотный для меня парфюм, я не вижу его летом, но мне кажется, осенью и весной он будет бесподобно раскрываться, еще тоже им не пользовалась, у меня такой небольшой формат объемом 30 миллилитров, этого мне будет за глаза, мне просто хотелось иметь в коллекции данный аромат, чтобы иногда под настроение я могла им пользоваться. Красивый парфюм, буду наслаждаться этой осенью, я надеюсь, что рука к нему потянется. Сальвадора Феррагамма Синьорина Мистериоза, я тоже этот аромат купила и как-то не пользовалась, хотя, в принципе, эта композиция мне очень нравится, но сейчас я уже в сентябре успела его какое-то время поносить. Прекрасный аромат, для меня здесь такой явственный апельсиновый цвет, для меня здесь как будто бы какие-то взбитые сливки, это, конечно же, ежевика, то есть вот именно тема прослеживается темных ягод. Красивый аромат, цветочный, ягодный, немного лактонный, древесный, красота во флаконе. Очень понравилось, как он на мне раскрывается, но в базе спустя, наверное, где-то полтора-два часа он схож с довольно-таки многими композициями в моей коллекции, в том числе чем-то мне он напоминает кстати Dolce & Gabbana The Only One Intense в таком черном флаконе, тот аромат тоже на тему белых цветов, и вот мне кажется базой они как будто бы как-то между собой схожи и как-то между собой перекликаются, но очарование, конечно, во флаконе, я влюблена в данный аромат, очень приятный, абсолютно не пожалела, что его купила, даже меня посещали мысли, что нужно было бы брать объемчик побольше, что я только тридцаточку взяла, но нет, тридцаточки мне тоже будет за глазами. Что касаемо моих новинок, у меня появился вот такой аромат от Acro под названием Awake, для меня это очень интересная унисексовая история, потому что аромат я вижу как и на женщине, так и на мужчине, для тех, кто любит кофе в парфюмерии, причем нутралистичное звучание кофе в парфюмерии, присмотритесь к данному аромату, потому что я здесь слышу кофейные зерна, такие терпко-гариковаты, я слышу здесь мягкую, пряную ноту, в виде кардамона, это конечно же цитрус, а именно только лимона в нем слышится, это древесные ноты, очень красивый, стильный, динамичный унисекс-парфюм, просто красота во флаконе. Что касаемо, кстати, ароматов от Новой Зари, я решила поставить в использование также Пачули Дор, не мой аромат, неоднозначный, конечно, очень интересный, 100% он звучит дороже своей стоимости, хочу разносить его, хочу его понять, потому что все-таки что-то меня в нем привлекает, поэтому посмотрим, потянется, рука не потянется, я пока не могу, конечно, этого сказать, не могу этого знать, но тем не менее, на эту полочку Пачули Дор я тоже пристроила. Конечно же, осень во флаконе, это аромат от Эйвон, под названием Tomorrow, я практически, наверное, только осенью его и ношу, но иногда бывает такое, что в конце лета, в августе, я могу им попользоваться, когда уже какое-то все-таки приближается осеннее настроение к нам, но в том числе мне он очень нравится на осень, прекрасный, обволакивающий, скрывающий аромат, поэтому тоже хочу его поносить, так, давайте сюда поставим, и последний аромат я вам покажу с этой полочки, и буквально несколько флаконов у меня осталось, которые на эту полку не поместились, они у меня стоят выше, я сейчас тоже вам быстренько их покажу, и последний аромат, который у меня стоит на этой полочке, это вот такая миниатюрка аромата от Каролина Эрера, одноименный аромат в парфюмерной воде 2015 года выпуска, я им тоже не пользуюсь, купила, и стоит он у меня, бедолага, все дело в том, что его нужно перелить в атлевант, потому что здесь именно нанесение путем намаза, которое я не очень люблю, все-таки мне больше нравится распылять аромат, нежели чем их именно путем намаза использовать, но в этом году постараюсь его перелить в какой-нибудь атлевантик и дозированно использовать, потому что самый аромат по себе очень красивый. Так, а мы с вами плавненько переместились на полочку повыше, у меня здесь краешку тоже стоят ароматы, которые я хотела бы поносить, получается, вот эту полочку мы с вами обсудили, посмотрели, и остались у меня также непрекаянные ароматы, которые не поместились на другую полку. В общем, давайте быстренько покажу аромат от Полис или Полис, называется, по-моему, он Туби, вот такой вот черепочек, самый неоднозначный аромат моей коллекции, я еще не поняла и не решила, буду ли я сама им пользоваться, или все-таки его продам, либо кому-то подарю, потому что аромат что-то меня не впечатляет, девчонки. Чем-то он похож, кстати, на Пакарабаны Олимпия, хотя в нем нет каких-то схожих нот с тем ароматом, и для меня это на самом деле, как и для многих, большое удивление, почему же он все-таки как-то перекликается с Олимпией, только это более какая-то дешевая, корявая, невнятная версия Олимпии, и Пирамида абсолютно, конечно, не состыковывается с этим звучанием. Я его пару раз уже сейчас в сентябре носила на прогулку с ребенком, но как-то без особого энтузиазма и восторга. Давайте, наверное, пока буду отставлять. Дальше у меня здесь стоят два аромата от Grandes Flashbox, это аналоговая парфюмерия, аромат по мотиву Mugler Angel Muse, приятный такой, это арахисовая паста с почулями, с какими-то пряностями, аромат одновременно колкий, шершавый, но в то же время сладкий и теплый. Вот, потом по мотивам носомата Narcotic V, тоже на самом деле он довольно-таки схож с оригиналом, аромат яркий, диффузный, такие здесь хищные, дерзкие, белые цветы, для меня это тот случай аромата под настроение, но мне вот такого от Леванта будет достаточной, даже в аналоге. Дальше аромат Cati Perry Indivisible, тоже, знаете, я не очень-то его как-то люблю сильно, не самый мой любимый, далеко не самый любимый, я бы спокойно могла обойтись и без него, но раз уж купила, то пусть будет. Он мне более приятен, чем Полис. Все-таки, да, тут более интересное звучание, какие-то алкогольные ноты, кокос здесь такой не кондитерский, не сливочный, плюс здесь есть бобы тонка, мне кажется, какие-то пряности возможно тоже присутствуют. интересный, такая приятная сладковатая алкогольная композиция на прохладное время года, тоже хочу его поносить поактивнее, уже как-то хочется его добивать. Так, вот этот аромат, пожалуй, мы с вами поставим на вот эту мою полочку, это Лира от Ксерджофф, я хочу, чтобы он у меня здесь стоял, классный, интересный аромат, многими любимый, гурманика, просто его очень люблю, еще, кстати, не носил, давайте, наверное, мы его вот сюда куда-нибудь поставим, что у меня там стоит. Так, идем с вами дальше, что у меня тут, Avon Iris, один из моих любимых ароматов, именно из линейки Artistik, мне кажется, вот эту линейку всю вывели из каталога, мне кажется, это большая ошибка, потому что аромат очень достойный, ну и вот, собственно, ирис я тоже достала. Так, тут у меня стоит арабчики, также Nibras, собственно, я его носила, по-моему, ранней весной, когда еще было прохладно, но вот сейчас тоже хочу им попользоваться, люблю эту композицию, очень мне нравится этот аромат, флакон, конечно, загляденье. Также у меня здесь притаился аромат Rizel от компании Avon, тоже очень люблю его носить именно осенью, я уже много раз говорил, что в данном аромате я слышу, как будто бы осеннюю опавшую листву, очень мне нравится, у меня есть два флакона на запасе. Тут у меня еще стоит Art Alza Faran Moosuf Warden, тоже сейчас им пользуюсь в сентябре, уже начала пользоваться, ой, ну прекрасный, ягодный, розовый, здесь ревень тоже есть, но ревень кислинку не дает, потому что я какой-то кислинки не слышу, но есть какая-то свежесть, такая небольшая, зеленая, хороший ароматик в направлении Mugler Angel Nova, также очень популярный и многими любимый аромат Lattafeyara, мне кажется, он вообще внесезонный такой товарищ, курманник во флаконе, но при этом звучит он достаточно парфюмерно, очень нравится, мне этот аромат, также я решила поставить Blue Marine Let You Love Me, ни разу им не пользовалась, у меня 30, аромат не совсем моего направления, не совсем он в моем вкусе, но, тем не менее, имеет место быть, это такой горьковатый, терпкий бергамот, плюс ко всему фужерный с лавандой, мне кажется, пачули здесь тоже есть, и какие-то белые цветы, возможно, апельсиновый цвет, но я хочу его поносить, потому что ни разу еще им не пользовалась, флакончик очень миленький, также снятость от компании Avon, это Attraction Rush, в какой-то мере я его как будто бы экономлю, поэтому и не пользуюсь, потому что уже это снятость, но аромат очаровательный, очень красивый, также здесь у меня стоит Ariflame Giordani Gold Essenza, тоже один из моих любимых ароматов компании Ariflame, и он достаточно стойкий, он достаточно шлейфовый, потому что, в принципе, многие композиции от Ariflame на мне не очень хорошо держатся, но вот в этом случае по техническим характеристикам у меня практически нет никаких нареканий, также аромат, снятость от Ariflame это Enigma, очень пожалела, что в свое время, когда по каталогу его можно было заказать там рублей за 700 по акции, где-то так, может быть максимум 800 рублей, я это не сделала, а потом в итоге, когда я носила его в пробнике, поняла, что нужен мне этот аромат и переплатила, потому что я его покупала на Авито, конечно, был запакованный, запечатанный, новенький флакончик, но тем не менее, цена была порядка выше, чем это можно было приобрести ранее в каталоге. Еще один аромат от Ariflame здесь у меня стоит, это магнетиста, интереснейший аромат, заляпаны такие, конечно, крышечки, но ничего не поделаешь. Аромат магнетиста, про черную смородину, про красивые, томные цветы, про сандал. Сандал, причем, раньше не рассолил здесь, не знаю, как сейчас обстоят дела, но читал как-то в комментариях, что для кого-то здесь очень настырный и солоноватый сандал. Нужно поносить. Он как раз-таки любит прохладу, он любит воздух, потому что летом, конечно, это та еще будет штука, потому что достаточно он сладкий и насыщенный. Также у меня здесь стоит Amber Crombe & Fitch Authentic. Насчет него я не знаю, буду носить, не буду носить, но на всякий случай поставила, только по той простой причине, что довольно-таки давно им не пользовалась и как будто бы даже соскучилась. Так, здесь у меня еще миниатюры. Это фирменный от Levante сайтрендву по 8 миллилитров. Я их сейчас в конце покажу быстренько. И давайте по оставшимся ароматам пройдемся. Это Hustory от компании Avon. Очень люблю этот аромат. У меня есть запасной флакончик. Тоже как и Evroshe Com on Evidence. Для меня это такой носибельный, красивый, мягкий, шипровый аромат. Плюс ко всему здесь есть моя одна из любимых нот, а именно нота ириса. Миниатюра аромата Poses от Ariflame. Хочу поносить, чтобы понять, нужен ли мне паноразмерный флакон. Конечно, паноразмерный флакон это просто какое-то визуальное заглядение, потому что он очень красивый, он очень дорого выглядит, поэтому хочу разносить аромат. Сам аромат мне тоже нравится, но хочу понять, какие будут на мне технические характеристики. И последний аромат в паноразмере, который у меня стоит на этой полке, это тоже, собственно, Ariflame. тоже, опять же, снятость. Это Sublime Nature Tonka Bean. Ой, ну это вообще, это, конечно, роскошь, это тот аромат, который звучит, опять же, дороже своей стоимости, именно той стоимости, по которой он стоял в каталоге, я считаю, потому что, опять же, по акции можно было там что-то, наверное, за полторы тысячи его взять, за 1200, вот так вот. Но я считаю, что этих денег он стоит. Но я его, как всегда, покупала на Авито, тоже запечатанный флакон, вот, собственно, как и Энигма. Эти два аромата я покупала в прошлом году, вот как-то в них очень-очень захотелось. Так, и что касаемо миниатюр, который я взяла в использование, давайте тоже быстренько покажу. Миниатюр аромата Givenchy Ангел или Демон, это классическая версия в парфюмерной воде. Я рассказывала как-то про этот аромат, он для меня довольно-таки тяжелый, специфический в какой-то мере, такой горько-травный, какой-то лекарственный даже в какой-то мере, поэтому мне только предстоит еще его поносить. Также миниатюр аромата Burberry, My Burberry в туалетной воде, но я вам показывала, у меня здесь в использовании, в принципе, стоит полноразмерный флакончик, вот этот аромат, и этот будет в качестве какого-то дорожного варианта, наверное, сумочного варианта. Так, снова давайте поднимемся. Что тут еще я взяла? Также миниатюра аромата Montal Dark Purple, тоже хочу его немножечко поносить. Killian Rolling in Love, я его как-то экономлю, потому что аромат достаточно дорогой, конечно, флакон я себе не куплю, а вот эту миниатюру как-то невольно экономлю. Montal Rendezvous Ami Lan, мне нравится этот аромат, я даже думаю, что полноразмерный флакон, возможно, себе когда-нибудь куплю. Также Zarka Parfum The Muse, прекрасный аромат на тему чистоты, с удом, с такими скрипучими, чистыми, какими-то накрахмаленными нотами, но это прямо-таки порошковый. Это более даже, можно сказать, стерильно, накрахмаленно и чисто, чем аромат Bayreda Blanche, то есть The Muse для меня более-более даже такой чистый и порошковый. Но здесь еще плюс ко всему уд есть, который как-то композицию делает более-более тяжелый, поэтому, возможно, он более такой кажется мне накрахмаленный. И последняя миниатюра это L'Alig Satin. Очень люблю этот аромат. Да, он не особо на мне шлейфовый и не скажу, что какая-то феноменальная стойкость, примерно 3 часа на мне он держится, но я очень хочу полноразмерный флакон. Все никак не куплю. Аромат не из дорогих, а я никак-то не могу его заказать, потому что то один аромат в хотелках, то второй, и в итоге до аромата, который, в принципе, стоит не так уж и дорого, руки не могут дойти и, собственно, финансы. Так, ну что, мои дорогие, на этом у меня все. Показала вам, в общем-то, мою подборку, скажем так, осенних ароматов. Повторюсь, что, конечно, я буду пользоваться не всеми ароматами, что вам сегодня показала. У меня просто должен быть выбор. Зависит от настроения, от погоды, в принципе, от повода, да, какой случай, какой повод и так далее. Чтобы у меня был выбор именно из этих ароматов. Кстати, хочу вам показать, у меня чуть ниже также, в принципе, полка с ароматами, которые тоже хорошо, в том числе, подойдут на осень, но я их как-то в расчет пока что не беру. Но если мне, конечно, чего-то захочется, я воспользуюсь этими парфюмами. Кстати, вот здесь у меня стоит новинка арабская, про которую я вам скоро буду рассказывать. Это Латафа линейка Pride. Аромат называется Affection. В общем-то, буду вам рассказывать. Я жду сейчас еще второй аромат из этой линейки и потом в дальнейшем сниму отдельное видео. Так, давайте аккуратненько поставим. Он у меня пока что настаивается. Вот. В общем-то, на этом я буду с вами прощаться. Видео без того получилось очень долгим. Спасибо, что были со мной. Напоминаю, что все ссылочки я для вас оставлю в описании под видео. И, в общем-то, всем пока-пока. До новых встреч.